И секретарь Совет Безопасность Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Соливаном. Но я думаю, что Патрушеву пытаются склонить к любви с Китаем, потому что он представляет себе ту шарагу путинскую, которая не любит Китай, то есть это КГБшники, это всякие Патрушевы, Нарышкины против Володиных, Зюгановых и так далее, которые обнимаются с Китаем и которые видят будущее в Китае. И да, российское будущее. Поэтому Соливан встречался с китайцем. Я думаю, что сейчас разговор с Патрушевым идет на эту тему. Давайте уж под Китай, сливайтесь, ну а с нами. Перед Советом Европы в Страсбурге сняли российский флаг. Ну все. Шверцарская фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России из-за военной операции на Украине. Однако, завод ее в Санкт-Петербурге будет продолжать работать и прочее, и прочее. Вот, пять баллов, да? Сенаторы США готовят резолюцию о введении санкций против всех российских банков. О как! И в результате это ударит как раз по нам, по Путину ничего не ударит. Путин не сможет избежать ответственности за зверство. Сенат США единогласно назвал президента России военно-преступником. Что значит назвал? Назвать можно любимой женой. Они должны были признать его. Потому что они очень быстро, да? Вот эти вот ребята американские, английские и прочие, блядь, появляются тогда, когда надо наших вязать. Блядь, мгновенно появляются. И когда надо путинских остановить, а как же, а вдруг там вот он как-то неправильно поймет, что дали самолеты там Зеленскому. Я представляю, если дали Зеленскому самолет, я представляю, особенно дали с пилотами. Швейцария ввела новые санкции против России. Да, она лучше Кабайху выгнала вместе с выводком путинским, и не надо было санкций никаких. Вот это была бы самая лучшая санкция. Япония объявила об ужесточении антироссийских санкций. Российские военные корабли заметили у границ Японии. Индия продолжит ввозить в США бриллианты из российского сырья. Видите, для многих ничего не меняется. Такаев предложил сменить форму правления в Казахстане. Да, там больше полномочий парламенту, но мы это проходили уже все. Во Франции заявили о готовности обсудить автономию Корсики из-за протестов. Да, корсиканцы очень серьезно себя ведут, поджигают административные здания. Там прям гражданская война идет на Корсике. И в основном из-за миграционной проблемы не хотят они никаких мигрантов. Хотят они жить как жили. Хотят, чтобы их устои национальные на Корсике сохранялись. Ну и что я могу сказать? Имеют право хотеть и делать. Так что посмотрим, во что это выльется. Но они не сдадутся, это точно. Археологи нашли свинцовый саркофаг в форме человека под собором Парижской Богоматери. Интересно очень, что там в этом саркофаге и так далее. Как в этом Индиана Джонса и последний крестовый поход. Напомните, там щит был с надписями. Евросоюз не стал запрещать импорт из России икра и водки. Видите, как здорово. Зато все тут решили, водка сейчас российская в цене упадет. Я вам открою. Тань, никто никакую российскую водку не пьет и не покупает. Нахер никому не нужна. Понимаете, да? Единственная водка, которую здесь продают в Саркоградске в русских магазинах. Остальная российская водка, которая здесь продается, она 38 градусов. Знаете почему? Потому что законодательство европейское это требует. А иначе она будет стоить там очень дорого. Саркоградусная водка здесь только шведская. Абсолютно. Поэтому эта херня икра. Эти сраны. Тут что? Вот такое ощущение, что икры другой нет. И из Ирана откуда хочешь, навал какой хочешь икры. Власть в Мексике предложили всем россиянам вид на жительство на 4 года. Представляете, в Мексике куча народа какая-то безумная осталась, потому что улететь невозможно. Денег нет, карточки заблокировали. В общем, так по всем странам. И посольство никак не реагирует, а в Мексике особенно. То есть вообще хрен забили на россиян. Вот Мексика может проплатить билет. Значит, там какие-то средства в районе 1000 долларов, чтобы, представляете, мексиканцы собирают бабки, чтобы русских отправить. Вячеслав, будут ли страны завтра реализовывать план маршала для Украины? Конечно, будут. Только он будет называться какой-нибудь план Нафтали Беннета, да? А не план маршала для Украины. Да, будут, конечно, восстанавливаться, броситься. И те, кто убежал сейчас в Израиль, они побегут в Украину восстанавливать. Так что все нормально. Там тоже будут деньги дербанить. Все будет как всегда.